Очень большой музей, он так и задумывал его как театр с запутанными лабиринтами. Мы вот сейчас спросили, ищем картину галорины с ребрышками ягненка, балансирующими на плече. И нам девушка подсказала, что это очень маленькая картина, которая находится вот на третьем этаже. Очень здоровски продуман театр. На втором этаже экспозиция другого художника, мы стали снимать, нам не очень интересно. Но в принципе в таком однотипном стиле каменном. И вот отсюда вот с каждого этажа можно увидеть эту башню. Дронкий ход в эту сторону. Да, маэстро, конечно, нереально. И один из фетишов Дали – это хлеб. Особенно ассоциируется с христианской религией, что христиане едят плоть Господню, и вот хлеб как символ жизни. Поднявшись из двора по пандусу, мы попадаем в уникальное место – на сцену муниципального театра, венчанную поразительным прозрачным куполом, ставшим символом театра-музея и всего Фигераса. Справа привлекает внимание огромное полотно с фотоэффектом «Обнаженная гала, смотрящая на море», которая на расстоянии 18 метров трансформируется в портрет Авраама Линкольна. Этой работой Дали приносит дань уважения художнику Марку Ротко и использует оцифрованное изображение лица Линкольна, полученное североамериканским кибернетиком Леоном Хармоном. В верхней части картины изумительно красивые сумерки напоминают знаменитое полотно Дали и Иисус Христос святого Иоанна Креста. Внутренний двор видим искусств стеклянную стену сцены. Главенствует на сцене огромное полотно, которое Дали написал маслом для декораций к балету «Лабиринт» по мифу от Эзея и Ариадни. Под куполом часть инсталляции, посвященная Сикстинской капелле Микеланджело. Насколько, конечно, он был мастером различных техник. В музее в Париже много рисунков вот такого стиля. Часы, глаза. Но все-таки самым главным символом был, конечно же, хлеб. О, сюда можно пойти в 14-й зал. Ой, смотри, здесь скульптуры. Какой он большой и запутанный. Вот мы видели памятник, вот мы фотографировались. И вот здесь мы увидели эту скульптуру. Люстра такая интересная. Какой интерьер комнаты. С золотыми скелетами. С черепами. И вот такое вот чудо. Ну и, конечно же, картина-то с временем, забыл. Все забыл. Ножки с такими рыбами. Интерьерчик. И вот такую вот попы вот эти вот я видел в музее в Париже с Альвадора Дали. Вот такие вот. Любил он тоже про попы. Про пуки. Сальвадор Дали. Это что же такое? Камальчики-зунки. Нереальный мастер. Вот в Сикстинской капелле пальцы. А у Сальвадора Дали пальцы на ногах. А чувак прикалывался, как хотел. Потому что он был величайшим мастером. Ты видишь, какая у него здесь в перспективе картина? Смотри. Обалдеть. Течение времени везде. Ну, Гала, конечно, у него везде красотка. Как он ее только не рисовал. Выход на такую террасу. Вообще. Сегодня эта погода. Просто. Нереальный музей. Яйца с этой стороны. Кипарисы. Обалдеть. Копия Рубенса, скопированная у Леонардо. Дали еще с названиями тоже очень сильно экспериментировал. Обалденная картина. Но маленькая. Далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok